Выходили из дома, растекались по улицам водой. Воду били, колотили, заливали водой. Вода пребывала. Недобитые, недомытые, сквозь игольное ушко перелитые, возвращались домой. Те, кто были вчера водой, сегодня уже вино. Дмитрий Стротцев. Это Маланка Арт. Я Александр Радько. Здравствуйте. Вот уже второй год на тему белорусских событий продолжают рефлектировать многие художники, причем не только белорусские. Уже написано немало книг, огромное количество стихов и песен, множество пьес, снято несколько документальных фильмов. И вот буквально на днях началась работа первым художественным драматическим сериалом о белорусской революции «Окрестина». Фильм про людей, которые прошли через застенки изолятора в Беларуси и находятся там до сих пор. Съемки проходят в Вильнюсе в Лукишской тюрьме. Автором идеи и генеральным продюсером проекта выступил руководитель Маланка Медиа Павел Маринич, сценаристом и режиссером Андрей Курейчик. Мотор! Блядь, я через дудом. Я спал. Шесть, пять, дубль один. Парк. Дай внимание. И начали. Дарья, 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 ты не от него подваиваешься, ты на него обвинился. Ну, блядь, не можно. С чего? На него обвинился и в этот момент вот сюда. Ему это любимка будет. Ну, не сейчас, да? Сейчас мы это не снимаем, но в целом вот так, да? Стык. Вот оно. Проект посвящен, как мне кажется, сейчас важнейшей белорусской проблеме, проблеме политических заключенных, проблеме того, что страна превращается в большую колонию, в архипелаг ГУЛАГ 21 века, когда десятки тысяч белорусов, просто десятки тысяч белорусов от очень известных, которые мы все знаем, до абсолютно случайных людей всех профессий и возрастов, оказываются в белорусских СИЗО, ИВСах, ЦИПах, тюрьмах, и когда мы говорим о политике, в абсолютном большинстве это невиновные люди. Многим ломают судьбы, многие проходят через это с большим мужеством и достоинством. Многие из нас становятся примерами настоящих белорусских героев. И первая серия нашего проекта, она посвящена Сергею Тихановскому. Для меня персональный этот проект и художественный, и гражданский. То есть я вижу здесь задачу для наших будущих поколений, да и для нынешних, рассказать, что тюрьмы – это не только грязь, ужас и боль, но это и примеры стойкости, примеры дружбы. Иногда это невероятно проявляет характер белорусов, и мы можем действительно говорить о том, что сейчас в условиях этого режима белорусская нация во многом окуется в застенках наших СИЗО и ЭВС. Поэтому это такой трибют этим героям. Жалобы есть? Нет. Мой персонаж – работник СИЗО. Он в структуре. Структура изначально уже как бы ставит его в определенные обстоятельства, в которых он находится. И вот случается то, что случается, и как бы снег на голову. Мне интересен материал, с которым я работаю, потому что, в принципе, актерская профессия дает возможность многие вещи попробовать относительно безопасно. То есть внутренне, эмоционально я могу понять, где нахожусь, что делаю, по-другому посмотреть на эту ситуацию. Но внешне я из Украины, я из Херсона. Это как бы остается. Но мой взгляд не поменялся кардинально, потому что у меня, в общем-то, и было такое отношение, какое я сейчас, что это неправильно, так не должно быть. Люди не должны себя так вести с другими людьми, в принципе, сами по себе. Но, оказываясь внутри этих ситуаций, понимаешь, сколько в ней еще острых углов, за которые можно зацепиться. И нет хорошего и плохого, нет черного и белого. Сейчас, где-где-где, я скажу правда. Все, побежал, засеменил. Давай, вставай, 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 вставай. Давай. Вообще идея создания этого сериала, она пришла ко мне довольно-таки давно. Большинство моих друзей, близких друзей, сегодня находятся в застенках лукашенковских тюрень. То, что мы сегодня видим, весь мир видит, как людей пытают, убивают, это, в общем-то, не должно остаться без внимания. И этот сериал, он, в общем-то, в какой-то степени неисторический. Потому что новому поколению белорусов нужно знать, что такое лукашизм, что творили эти люди своими гражданами. И ради того, чтобы это никогда больше не повторилось, и люди не забывали своих героев, знали о них, мы и решили снимать этот сериал. Волею судеб получилось так, что команда, снимающая сериал, она интернациональная. У нас, кроме белорусов, понятно, творческая группа, актеры у нас из литовских театров, из Украины актеры. В общем-то, понимание проблемы и нашей боли есть у всей съемочной группы. Я вижу просто их работу на площадке, вижу, как литовцы относятся с пониманием, как они поддерживают нас. Это, конечно, придает силы, и это очень здорово. Сам этот проект, в общем-то, к сожалению, он будет долгоиграющим. Потому что основан он будет в основном на реальных событиях, на тех событиях, которые сегодня зафиксированы, на тех персоналиях, которые прошли через весь этот лукашенковский ад. То, что зафиксировано нашими правозащитниками, то, что находится в материалах 23-34, к сожалению, этих историй слишком много. И я знаю, что мы обязаны, обязаны рассказать об этом, об этом причем всему миру. У меня есть надежда. Конечно, сериал мы будем делать с английскими субтитрами, и у меня есть надежда, что все-таки он попадет в какие-то международные сети. Это, во-первых, поможет нам привлечь внимание к проблеме политзаключенных, поможет нашим фондам, которые занимаются политзаключенными, их семьями, собирать деньги на помощь, на реабилитацию. В общем-то, это такая тоже основная наша миссия и задача, чтобы этим сериалом привлечь все-таки международное внимание к той проблеме, к проблеме белорусов, к проблеме Беларуси. Это, я считаю, очень важно для нас. Шконка, камера, ОМОН, Болондер, кормушка, сон, Шмон, дубинка, суп безвкусный, Письма, дым, пустое, пусто, Черным небом точка звезд, Прятки всхлип, ты где, Господь? Холод, тряпки, Божья кровь, Не болит больше живот, Ломит ноги, сталь, спина, Виновата вся страна. Игры, память, разговоры, Шмон уродов, жду свободы, Снова суд, статья, прощение, Каша, мама, безвременье, Выйду, выйду, где граница, Страха, черствости, обид, Там до смерти будет сниться. Шконка, камера, ОМОН, Слезы мамы, сына крик, Вчера ты, сегодня я, Виновата вся страна. Уезжают, покидая, Все разрушено гнездо, Письма нам не долетают, Подарите домино. Болондер, кормушка, свет, Жарит веки, жизнь, ничто, Было счастье больше бед, А теперь оно одно. Теплорук, обрывок сна, Срез ресничек, синева, Кто же в этом виноват? Холод, карцер, боль и стыд, Кто не пишет, кто сидит, Здесь сегодня вся страна. Одна из самых востребованных Сегодня белорусских художников Яна Шостак Получила престижную Польскую премию Паспорт политики 2021 В номинации Визуальное искусство. Яну отметили За идеальное сочетание Искусства и гражданского активизма, За самый громкий, Причем услышанный голос И самое символическое декольте В польском искусстве. На церемонии награждения Яна Шостак вышла в платье С напечатанными на нем Портретами белорусских политзаключенных. А вместо благодарности Со сцены Призвала поддержать Семьи невинно осужденных. Приятно, во-первых, Что наш голос Не прошел мимо, Во-вторых, Больше, наверное, Было приятно, Когда я осознавала И понимала, Что критики искусства Не только оценили За предыдущий год, Но и вообще Как бы за Весь способ мышления О том, Как искусство Может быть использовано, Как искусство можно Использовать для того, Чтобы говорить Про социальные темы, Чтобы их, Можно сказать, Искусство таким Является громкоговорителем Просто К проблемам, Которые Сейчас происходят В мире, Поэтому Ну, прежде всего, Конечно, В Беларуси И мне вот Ну, как бы Вот это было Прежде всего Важно понимать, Что это как бы Сочеталось до этого С тем, Что О чем И как Я думала Делая свое искусство Раньше И как это Сочеталось Вот с С Моим Социальным Активизмом И как это Перелилось Содействие Вот В минуту Крика Для Беларуси И тоже Насколько Важна Как я сказала В В речи После награждений Насколько Важна То, чтобы Это Этот крик Больше Создавал Эмпатии В людях Чтобы он Помог Донести Всю боль Каждого Каждого Человека Который Сражается На разном Уровне С разными Проблемами С разными Потребностями И Поэтому Это тоже Удалось Потому что Люди Тоже Пишут Предлагают Свою поддержку Помощь И Это важно Вот Шарфы Из Которые Мы сделали Из остатков Тканей Вот Вот Так Вот Они Выглядят С Портретами Политвязни Получилось Так Что Тоже Они Достаточно Продаются Это Это тоже Важно Как Такой Эффект После Этого Выступления И Все средства Я откладываю Чтобы Тоже Передать Семьим Политвязней Поэтому Это вот Ну как бы Смешание Тоже вот Символической Помощи С той Материальной С той Нематериальной И Благодаря Вот Искусству Это возможно На разных Уровнях Поэтому Это Это для Меня Самое Важное Из этого Календаря Декольт Для Беларуси Где А этот К слову Ну наверное Не многие Тоже Понимают Откуда Это взялось Это взялось От Вообще Это вся Как это сказать Все внимание К декольту И Написание Тогда После минуты Крика На декольте Фирм Международных Которые Сотрудничают С режимом Взялось Это От От Волны Вот Хейта За то Что Я тогда Не носила Лифчик Под Под Платьем И Разраз Разраз Волна В интернете И И я Поэтому Решила И Внимание Конечно Стало Перетянулось От Беларуси К моему Декольту Поэтому Я решила Опять Таким Жестом Перенести Опять Внимание К Беларуси Вот И Поэтому Написав Тогда Фирмы Работающие С режимом На декольте Тогда Вот Этот Был Хэштег Декольте Беларуси А затем Вот Зная И понимая Что Надо Что-то Еще Дальше Делать Чтобы Внимание Дальше Было И Дальше Притягивалось Мы Вот Совместно С Уже Польскими Художниками Художницами Решили Создать Этот Календарь Где Совместили Во-первых Популярных Женщин С Активисток Художниц С Селебрити И Которые Как бы Тоже В рамках Солидарности И Жест Самоно Перед Силосхейтом А Во-вторых С Беларусью Показали Своё Декольте Вместе С котами Ну Это Что Больше Внимание Притягивало А На Другой Стороне Этого Календаря Находится Вот Весь список Политзаключённых И за что Они сидят Вот И это так Вот На каждой Странице То есть Календарь Можно читать С двух сторон Когда Сделали Календарь И Вот Я Я Дала Матери Политвязня Одной Знакомой И Новой И Она Начала Перефотографировать Искать Фамилии Которые Она знает И Передавать Их Семьям Другим Потому что Сказала Что Для них Это очень Важно Чтобы Вот Увидеть Что кто-то Про них Помнит Я раньше Не придавала Этому Значения Ну Когда Понимаете Когда Занимаешься Вот Таким Родом Активизма Когда Кому-то А то Помогаешь Найти Человека С Польским А то Психолога А то Помогаешь В поиске Квартир И так далее То На какой-то Момент Понимаешь Даже Становится Смешным Все Символические Жесты Но Когда Увидела Что Для этой Матери Это действительно Было важно Увидеть То Вот Решила Тогда Как-то Вот эту Идею И думать Про ней Чтобы Рассказать Именно Про Политвязь На этой Церемонии Которая Является Ну Такой Самой Самой Важной В культуре В Польше И Выше Уже Как бы Некуда Поэтому Мне Вот Было Тогда Важно Именно Там Это Это Рассказать Поистине Нужно Обладать Невероятной Силой Духа И Большим Сердцем Чтобы Справляться С горем Когда Твой Горячо Любимый Сын Или Дочь Находится В тюрьме По Несправедливым Обвинениям Мысленно Проживать С ними Каждый День Терпеливо Ждать Писем Затем Делиться И Рассказывать О чем Дети Пишут Что Читают Рисуют О чем Мечтают Подбадривать Себя И Других И Ни При Каких Обстоятельствах Не Позволять Злобе И Ненависти Закрасться В Сердце Просто Необходимо Терпеливо Ждать Ждать Верить И Делать Все Возможное На Что Ты Способен Ради Своего Ребенка Убежден Александр Знак Листы С Тяжко Назвать Поспехами То Что Зараз Утром Ну Скажем Так Тыми Прыгожими Листами Цекавыми Листами Яке Пишем И Ну Я Павинен Разуметь Что Гэта Можа Быть Цекава Тольки Мне Шо Тольки Я Магу Гэтым Алеш Вось Меркует Шэб А тым Кольки Людзей С С Старкавич Шэм Они Нават Незнаемых Людзей Пачына Казать Что Читали То Я думаю Что Гэта Цекава Не Тольки Мне И Каунным Людзям Каунных Гэта Не Один Не Десять Человек Я Не Думаю Что Гэта Разглядаец Максимов Некий Протяг Барадьбы То Что Пишут Людзь Хоч За Все Гэта Расценю Гэта Якую Не Якую Патрымпу Тому Что Ну Тяжка Закратаву Нешто Ну Бабырше Не може Абекты Нацим Атую Сітуацію Кае Тут Бывается Йон Будуч Шы Калі Был Сізо Йон Там 16 Гадзін На День Знаходзіўся Под Уплывом Таго Телевізора И Тих Перадач И Идуть Разбаты Там И Гэта Далей Як Завутся Гэта Канала Тому Я Думаю Што Все Штак Тут Нават Непатрымка Гэта Новый Сэн Жыця У Тых Умовах Яких Йон Пратягуе Размовляць С людьми Йон Ну Разумела Па Пэвным Прычынам Йон Засім Не може Закранат Тэмі Палітыки Ці Ча Гості Іншы Гэта Буэн Не выпустил Йон Разважая Пра Звычайная Рэч Йон Падарожніше С кімсьі Хто Мае Пэвны Досвіду Падарожах Йон Займаецца Спортом З тэмі Людьми Йон Однакласніца Вільми Цудовная Ну Панужа Жанчына Тра Паказаць Хаця Для мені Дзявчынка Одна Із Яго Однакласніх Дзявчына Янага Натхніла Яго На Шмат Які Цудовная Рэча Наприклад Йон Там Пратягу Гуляць Йон Калісті Был Добрый Гулець Гульню Што Дзякабі Йон Ана Ацзылала Ему Павны Пытані Ну Там Трэба Ведаць Без Адказу Яны Вымушаны Былі Усі Сваі Камеры Спрабуаць Взяць Гэтае Пытані Як Гэта Была Таксама Гэта Яна Ему Падарила Шмат Цікавых Хвілін Калі Можна Была Не думаць Атым Што Той Знак Гэта Самая Дзявчынка Паслала Ему Йоза Уцеліна Ана Паслала Ему Методыку Нейкага Можа Вымышленного Можа Саправду Існаваў Гэта Человек Пол Вэльт Які Знаходзіць Шы Знаволі Зевятнадцать Гадова Спрацаваў Целую Систэму Фізічныя Пратакаванню Якая Дазваляла Патрымліваць Свою Фізічну Форму У Такіх Складанных Умовах Як Турмах І он Дзякувчынка Гэта Эліні Навачыўся Стояча На главе Аттіскацца Падлогі Аттіскацца На одной Руце Рабіць Пісталіты Ну і гэтак Далі То есть Ён там Придапамузя Кагості Маляваць Тому Людзі Кожны Па-своєму Нешта Далі Яму То, што Ну вот Здавалась бы Чым можна Дапамагчы Але уявіцца Тая жа Ліна Яна Дапамагла Ему Шматоч Шматоч Агой Рабіў Толькі Дзякувчы Яе Лістам А колькі Такіх Лісток Был А колькі Такіх Дзявчынок Был І Можчын І хлопчык Я ведаю Што пішуть Дзявчын Зякові Разам Бігаў Калісті І она Літаць Была На вишайшай Кробкі Планеты Паднялася Наверест І она Яму Высь Даслала Дзюннік Своего Зыходжыня Па-с Пришла Дабазава Лагер Паслала Пэлная Фатаздымка Рассказала Як Яна Далі Шла То есть Йон Можна Сказать Узнявся Разам Зьовіна Гэтую Вершыну Пабыл Там Вельмі Добрые Людзі Я Вельмі Удячна Всім Хто Піше Ему Лісты Бо Гэтая Жыццё Якое Яго Зараз Здаецца Обмежавана Кратами І тымі Стенамі Мурамі Яно Трохі Рабіцца Больш Калярова То есть Являюцца Зусім Зусім Неспадзяваныя Некі Заняткі У Явла Тому Калі Хтось Там Яшчі Непісавалі Збирайцца Пісяць Ну Папірше Шмат Токажа А що я Ему Напишу Що Ему Напишу У мені Здаецца Кожна Человек Знову Річ Ідея Размува Ідея Не про Той Що Треба Неку Патримку Рабіць Треба Просто Нечча Побудіць Яго Ці Прочитать Вельмі Вельмі Удяшны Усім Парадам Які Тычацца Той Ці іншай Кнігі Бо Ну Разумела Абмежаваны Там Дарэч Глядіцца Для таго Каб замовіць Кнігу Бібліотецца Ты Павінін Назваць Дакладна Назваць Дакладну Назву Кнігі І аутара Які Написав Ну Паспробуй Там Успомні Усіх Каго Ты Хочеш Пачытаць А Хочеш Пачытаць Не только Таго Га Ты Уже Чытав А Штось Інша І оць Людей Му Дапамагалі Шмат Хто Такі Парады Написав Я Там Парадзі Пэвныя Пытання Збірал Гэты Парады Сістама Завалы Харпав І шмат Чого Пачытав Ян Даволі Худка Чытаю І там Колька Спрачытаных Кніг Вмирайцца Ну Што-то Там За Трисотну У них Паспив Больше Яд Эти Калі Ну Разумела Што Ян Не Побачить Гэтага Моя Интервю Але Можа Калі Будучи Міць Што Я Жадаю Ему Однага І Гэта Ему Дапаможа Ну Вовсім Капйон Быв Собою Бо Ё Вельми Цікавый Вельми Сумленный Вельми Дуже Чалавек І Калі Ён Будзе Сабою Яму Яго Паперша Будуць Паважаць Так Як Яго Паважаю Сесь Абрых Той Яго Веда Бацькі І Сваякі Ну І Просто Людзі Які Які Калі Сті Бачы Так Вось У яго Ёсь Песня Дзе Ян Співаю Быть Сабою Што Можа Быть Прастей Так Павна Калі Як Небудь Можа Мені Пашуць Я Жадаю Быть Сабою Тоді І Админістрація І Ті Сусіді С кім Йон Сядіць Будуть Бачыць Їм Вірми Судовного Человека На Этой Неделе В неволі Свої Дні Рождення Отметили Двое Журналистів Улан Вацлавович І Андрій Александров Іх Можна Поздравить Письмом Ілі Небільшим Денежним Переводом Правда Говорят Що Зічас Возникли Проблемы С доставкой Письменной Корреспонденції Заключенним В Сезон Володарського Где Содержатся В ожидании Суда Андрій Александров Но це не значить Що следует Опускать руки Телеграмми І заказні Письма Никто не Отменял Давайте Поздравим Наших Ребят С Днем Рождения Пусть Они знают Що Ми У них Йде Закон О СМИ Поэт Журналиста Медиа Менеджера Андрея Александрова І його подругу Ірину Злобину Задержали 12 января 2021 Года Их обвинили Финансирование Протестов Поводом Послужило Что в период Они оплатили Задержанным Во время протестных Акций 250 штрафов В июне Александрову Было предъявлено Обвинение В измене государству Ему грозит От 7 до 18 лет Лишения свободы Друзья Получая от Андрея Письма из СИЗО Отмечают его Неизменное Жизнелюбие И остроумие Рассказывают Что для сохранения Позитивного настроя Александров Каждый день Поет в камере Гимн Ливерпуля Своего любимого Футбольного клуба Юлнэва Волк Элон Ты Николя Не будешь один Который перевел На белорусский язык А еще Пастоянно Пишет стихи Которые на воле Многие уже знают Наизусть Знов 20-е И знов грамадзянская И червоные Знов на кони Мы им руки Тримаем дистанцию И тримаем Свой порох Сухим Чистим чаты Маучым Только стогнами Крыш на память Як шнар Надалом 21-е На конях червоные Гэтым разом Траулянных конь Белый стяг Прыхаваем Не выкинем Не сдаемся И рвем на бинты Набрыняюць кривы Нашей червенью Прыдадутся У 22-м Мы им руки Тримаем дистанцию Нас короны не уводять Узман Бо мы бачили На грамадзянскую Нам хапает Ушел грамадзян 23 января В 23.34 в Варшаве Участники арт-проекта Революшн Презентовали свой очередной Фильм 3.0109 В этой серии Ребята решили представить Как на их взгляд Должен выглядеть Совершенный гражданин По версии Экс-президента Республики Беларусь И показали в коротком метре Один день Из жизни Служителя режима Презентации мероприятия Не ограничилось Участников Арт-проекта Революшн Поддержал Глеб Бурнашов Продемонстрировав Два экспериментальных фильма Will make a human Out of you И мое государство В своих видео Автор попытался Художественными средствами Показать эмоциональное состояние Через которое проходит Каждый белорусский гражданин На протяжении уже не одного Десятка лет Истории протеста А своими живописными Полотнами Ребят поддержала Фотографка И художница Даша Бубин Ее работы И серии Попытка контроля Были созданы После пережитой травмы Связанной с событиями Августа 2020 года О том Как с помощью творчества Даши удалось Восстановить контроль Над своей жизнью Она сейчас С нами И поделится Меня знают В основном Как фотографа Уже много лет И в принципе Я занималась фотографией Работала фоторедактором Журнала Таймер И никогда Не думала о том Что я буду заниматься Живописью Но события 2020 года Настолько сильно Травмировали И повлияли Что мне нужна была Какая-то Арт-терапия И действительно В августе 2020 года Я начала Рисовать Масляными красками Мне всегда хотелось Попробовать И для меня Это стало Очень важным Позитивным Сдвигом В моей карьере В карьере художницы И сначала Это было Просто для себя Я просто Разводила Краски Убирала Цвета Которые будут Приятными Для меня Чтобы просто Немножечко Отключиться От новостной Ленты Чтобы Перегрузиться И Совершенно Не думала О том Что из этого Что-то Получится Но постепенно Проживая События Которые Происходили В Беларуси Проживая Свой шок Свою травму Свою депрессию Я поняла Что я хочу При помощи Живописи Показать Вот этот процесс В котором Я нахожусь Как белоруска Которая Проживает Ужасные Жуткие Состояния Связанные С террором В нашей Стране И уже В 2021 Году Я начала Цикл Живописных Работ Который Называется Попытка Контроля В котором Я как раз И рассказываю Вот этот Свой путь Возврата Контроля В свою Жизнь Потому что Я думаю Что мы все Утратили Контроль Абсолютно Над своей Собственной Жизнью Потому что Все события Были гораздо Сильнее нас И Люди Теряли Дома Люди Теряли Своих Близких И Очевидно Это не могло Не повлиять И не могло Не вызвать Все эти Тяжелые Переживания И Вот Про это Проект Попытка Контроля Он Представляет С собой Серию Живописных Полотен В которых Я Ищу Баланс Это Жидкое Масло Налитое На Влажные Холсты И при помощи Такой Медитативной Техники Когда я Вращаю Холст Я пытаюсь В границах Холста Сохранить Форму Этого Масляного Пятна И вот Сколько бы Попыток Проконтролировать Эту краску Я не делала Это всегда Было Что-то Совершенно Новое И поэтому Такое Случилось Принятие Что да Можно пытаться Контролировать Свою жизнь Можно пытаться Контролировать Какие-то события Но эффект Всегда будет За гранью Как бы Наших попыток И Собственно Вот через Такую Медитацию Живописную Я проживала Эти Болезненные События В Беларуси Несмотря на то Что все Весь этот Ад и террор Продолжается Нам необходимо Продолжать Жить И искать Поддержку И вот Таким образом Лично я Обрела Внутреннюю поддержку Потому что Во-первых Я не могла Не делать Не могла Не говорить Не могла Не рассказывать О своих прожитых Эмоциях И переживаниях А во-вторых Это мне Мне же Помогало Какой-то Диалог Налаживать С другими Людьми Делиться Своим Опытом Кому-то Это даже Помогало В будущем После того Как прошла Персональная Выставка Мне рассказывали Что Очень Сами Тоже Захотели Попробовать Какие-то Такие Практики В свою жизнь Привнести Поэтому Я думаю Что Нужно Искать Для себя Выход В Созидание Потому что Разрушения Вокруг нас Слишком много И Чтобы не Разрушиться Изнутри Надо что-то Создавать Мы продолжаем Следить за Свободным Искусством Беларуси Напоминаем Что Рада Культуры С вашей Помощью Поддерживает Репрессированных Деятелей Искусства И новые Проекты Переходите По ссылке В описании А также Не забывайте Ставить лайки Подписываться На канал Маланка Лайв И делиться С друзьями Ссылкой На нашу Программу А я На этом Прощаюсь До следующей Недели С вами Был Александр Радько Всего Вам Самого Доброго И Светлого Живе Беларусь Редактор субтитров Корректор А.Егорова